19 марта 2012 года в Донецкой областной клинической туберкулезной больнице при участии председателя Донецкой облгосадминистрации Андрея Шишацкого состоялась торжественная церемония вручения ключей от автомобилей для перевозки больных открытой формой туберкулеза. Участие в мероприятии также приняли заместитель председателя, начальник главного управления здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Елена Петряева, руководитель проекта «Остановим туберкулез. Региональная программа благотворительного фонда Рината Ахметова развития Украины Денис Денисенко, главный врач Донецкой областной клинической туберкулезной больницы Владимир Мозговой». «Я хочу сказать, что очень важное сегодня хорошее, доброе событие – это увеличивает безопасность жителей нашей области. И очень важно, что вот эта работа пятилетняя облгосадминистрации и фонда по преодолению эпидемии туберкулеза, она благодаря фонду, в том числе, в первую очередь, стала системой». Приобретение специального санитарного транспорта для лечебных учреждений области осуществлено с целью сокращения контактов больного туберкулезом со здоровыми людьми. Ведь многие больные открытой формой туберкулеза свободно пользуются общественным транспортом, что значительно увеличивает риск заражения здоровых людей. «По сути дела, сегодняшний проект по передаче автомобилей и по доставке транспорта означает, что мы исключим больных с туберкулезом из общественного транспорта. Что это означает? Это означает, что мы обеспечим безопасные условия для жителей Донецкой области, потому что около двух тысяч больных с открытой формой туберкулеза ежегодно добираются к больницам. Во-вторых, мы создадим доступное лечение. То есть больные, как только будут узнавать свой диагноз, их транспортом два-три раза в неделю будут доставлять ключевые клиники Донецкой области». Специально оборудованные автомобили будут переданы в городские больницы Донецка, Макеевки, Горловки, Мариуполя, Шахтерска и Краматорска. Салоны автомобилей разделены специальными перегородками для того, чтобы минимизировать количество прямых контактов больного с врачами и водителями транспорта. «Поэтому можете быть уверены, они всегда будут с водителями в нормальном состоянии и с бензином. И люди, согласитесь, это нормально, когда чисто по-человечески к людям домой приезжают больным туберкулезом и отвозят их в лечебное учреждение. Помимо всего, помимо безопасности других, то это человеческое отношение в первую очередь и к больным». Этот проект – часть комплексной туберкулезной программы, которая позволила уже сейчас снизить заболеваемость на 26% и смертность на 36%. «Даже в советское так называемое «доброе время» такого прецедента не было, чтобы больных из дома, больных туберкулезом забирали и транспортировали к месту лечения. Конечно же, благодаря усилиям всех ветвей власти и областного совета, областной администрации и фонда Рената Ахметова «Развитие Украины» это случилось. Это очень дорастающее удовольствие транспортировать. Мы посчитали, что по подсчетам, наша цена госпитализации стоит порядка 10 литров бензина каждого. Тем не менее, областной совет, областная администрация идет на это, финансируя это для того, чтобы больные не подвергали жителей нашей области заражению». С 2007 по 2011 годы с целью снижения заболеваемости туберкулезом, кроме обычного бюджетного финансирования, в Донецкой области было дополнительно выделено 225 миллионов гривен. За время действия программы был реконструирован ряд лечебных учреждений для больных туберкулезом. В частности, на Донеччине появились четыре специализированных отделения для лечения больных с лекарственно устойчивым туберкулезом в Донецке, Шахтерске, Горловке и Волновахском районе. Сейчас обсуждается проект программы преодоления туберкулеза в Донецкой области на 2012-2016 годы. Кира Думская, Александр Пугачев, Первый муниципальный.